Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас первый выпуск посвященный истории и культуре Черкесской адыгской диаспоры за рубежом. Начать бы я хотел с, наверное, самого простого вопроса. С той страны, в которой эта диаспора присутствует в небольшом количестве, но довольно устойчиво. Поговорим о адыгской и черкесской диаспоре в Израиле. Тем более, что эта тема сейчас на слуху. Очень много разного рода делегаций ездило. Не так давно, в том числе, в Израиль. Посещали эти деревни черкесские, писали о них много. Поэтому, собственно говоря, здесь я хотел бы подать ту же общую информацию для тех, кто, допустим, упустил эти вопросы. Как и большая часть диаспоры зарубежной адыгской и черкесской в Израиле, Адыги черкесы также точно появились после изгнания из Российской империи, со своих территорий Российской империи в 1864 году, после присоединения с Западного Кавказом. Но здесь стоит отметить, что те две деревни, которые существуют сегодня в Израиле и являются основными центрами черкесской культуры, это Кфар Кама и Рихания, они появились несколько позже. То есть, не сразу после выселения, то есть, турки-османы их не распределяли сразу в Израиль, а спустя примерно 20 лет, в 1776 и в 80-х годах соответственно. Как так получилось? Дело в том, что во время изгнания черкесов и когда их принимала Османская империя на своей стороне, Россия поставила условие такое, что черкесы не могут быть распределены на поселения в Османской империи на границах с Российской империей, для того, чтобы, естественно, не использовать их как военную силу против России в потенциальных войнах будущих. Однако, Османская империя сделала такой хитрый ход. Часть черкесов, адыгов, она расселила на территории Балкан. Тогда, на тот момент, Балканы, в общем-то, почти все эти балканские страны, Сербия, Болгария, Македония, они принадлежали Османской империи. И вот для сдерживания христианского населения на местах от выступлений, туда и расселили мусульман, черкесов, адыгов для сдерживания, что, естественно, местным населением было воспринято негативно. Были стычки постоянные с местным населением. И в последующих войнах, естественно, эти османы использовали черкесов на этом фронте, в том числе для войны с Россией. И вот последняя русско-турецкая война, полноценная такая, именно двусторонняя. У нее было два фронта, Балканский, Большой и Кавказский. Тогда, по результатам этой войны, Османская империя потеряла свои балканские владения полностью. И перед ней осталась задача, как максимально быстро оттуда переселить массу этого мусульманского населения, подчиненного османам, в том числе черкесов, адыгов. При этом тут еще не было такой возможности, допустим, расселить там же, где границы установились, потому что там были греческие границы, а Греция сразу же ультиматум поставила что-то. Вдоль ее границ не расселяли никого, иначе это будет международный скандал. И началось вот это, так сказать, для вот тех черкесов, которые там на Балканах были, для них это получилось второе изгнание уже было. То есть не успевшие закрепиться здесь, им вынуждены были их опять переселять. При этом это переселение имело такие же пагубные последствия, как и изгнание 1864 года. То есть процесс был организован очень плохо. В пути очень много людей гибло, болезней очень много, от голода. Именно вот сопряженные с этим хаотично устроенным переселением вот эти все трагические свойства его. И, например, такой, тогда стоит отметить, что они переселяли тогда черкесов-адыгов в Сирию из Балкан. Около 45 тысяч таких беженцев было перемещено из европейской Турции. И вот из примеров такого трагического, допустим, трагической части этого переселения, ну, например, такой случай, как крушение австрийского парохода «Сфинкс», на котором порядка 500 черкесских беженцев плывали, и все они погибли. Естественно, все их высаживали на территории будущего Ливана. Значит, там образовывались большие лагеря, и они тоже, опять же, как и в 1964 году, были закрыты на карантин долгое время. То есть люди там попадали и умирали от болезни на месте. Ну, уже позже, когда карантин открыли, начали расселять, еще была вот эта, ну, действовала такая негативная сторона бюрократии со стороны эсманов, когда они никак не могли нормально распределить землю, участки земли для поселений этих черкесских беженцев, и части из которых просто не дождались элементарно этих наделов и ушли обратно в Анатолию, то есть в ядро, в Турцию. Опять же, были большие стычки с местным населением, потому что, в принципе, идея была какая. Здесь расселять черкесов-ладыгов с целью удержания арабского населения, в основном, да, и куртского от выступлений против эсманов. Естественно, все это вызывало столкновения боевые. Но, как мы понимаем, черкесы заняли такую определенную профессиональную нишу в Османской империи. Тогда уже, поскольку все они были хорошо обученными с детства воинами, мужчинам, естественно, они все сразу же поступали в армию, потому что это был для них самый такой, ну, скажем так, самый простой и надежный путь получить работу, элементарно обеспечить семью. Из этого, естественно, с годами выходило наполнение Османской армии, и потом уже после ее развала Османской империи, вот будущих этих государств, вроде Сирии, Израиля и Ордании, наполнение этих военных кадров, этих стран, именно черкесским составом, да, этническим. Потому что именно выходцы из адыгов-черкесов стали, ну, скажем, ядром минобороны этих стран. И по сей день высшее офицерство в этих странах составляет во многом умный этнический адыгско-черкесский состав происхождения. Но была еще и вторая же цель у Османской империи, то есть это были такие территории, полупустынные, плохо обработанные, и поскольку черкесы-адыги славились не только воинским искусством, но еще и довольно грамотным подходом к ведению сельского хозяйства, особенно в таких сложных пересеченных условиях, то именно их использовали для рекультивации земель. Их селили для того, чтобы они запускали сельское хозяйство в этих краях, облагородили их, ну, что, в общем-то, и получилось. Значит, в Сирии, ну, тогда это Сирия шире трактовалась, да, Сирия-Палестина территория. Черкесы были расселены в основном в Алеппо, на голландских высокотах, откуда они вынуждены были уйти после конфликта. Ну и вот, как говорится, в Палестине. Именно палестинские черкесы в итоге сформировали вот эти израильские черкесы, то есть два поселка на территории современного Израиля. При этом интересно, что некоторые из них успели, ну, скажем так, довольно успешно построить свою карьеру в вот эти десятилетия после изгнания, после переселения. Например, с английскими путешественниками упоминался некий черкесс Казим Паша, который для них произвел такое впечатление очень образованного человека, знавшего много иностранных языков, но при этом очень преданного султану османскому. Служил он тогда в Али Мекке, то есть, ну, по сути, мэром Мекке в Аравии, и известно было, что до этого он занимал пост наместника Иерусалима, и именно при его наместничестве в городе наконец-то удалось решить конфликт многоконфессиональный, то есть примирить вот все эти церкви, православную, армянскую, католическую, мусульман, иудеев, и создать некий такой баланс в городе. Что касается, собственно, отношений с евреями. Израильские черкесы, в принципе, имели с ними хорошие отношения с самого начала их поселений еврейских в Эрец-Исраэль, благодаря, ну, так, хорошим контактам, налаженному общению с первыми иммигрантами именно из России, которые осели в Галилеи. Собственно, в будущем, вот, допустим, если брать 20-30-е годы во время арабо-еврейских конфликтов, когда община еврейская увеличилась в Палестине, черкесы сохраняли тогда нейтралитет пока еще. Тогда надо отметить, что после развала Османской империи эти же территории попали под британское владычество, и, соответственно, вот эти два черкесских селения, они отошли к территориям тогда Великобритании, и в них тогда проживало около 900 человек. Тут стоит отметить, что если брать Кфаркаму, она, ну, больше, в принципе, как поселок всегда была, и состояла она в основном из шапсугов, субэтносы шапсугов, ну, скажем так, не только, не в чистом виде, потому что в меньшем числе там находились и все другие субэтносы, и в том числе и не только черкесы там проживали, были и арабы-евреи. А если брать Риханию, то в этом поселке превалировали именно абадзехи. Ну, соответственно, и диалекты, там шапсугский, здесь абадзехский. И вот эти два поселка в годы британского правления в Палестине, с 18 по 48 годы, в свою основную деятельность эти поселки не изменили, то есть большинство населения именно мужского предпочла по-прежнему служить в военных частях, в данном случае в британских. И поскольку британские власти не проводили тогда официального призыва, но именно этим жителям, этих двух поселков черкесских было дано право вступать в трансаорданские пограничные войска и полицейские части, то есть контролировавшие вот эти пограничные территории. И вот, как говорит, позже, в это время, пока Британия была нейтрально относились к этим арабо-еврейским столкновениям, но после образования государства Израиля, жители этих двух поселков сформировали отдельный черкесский кавалерийский отряд эскадрон, который в составе уже израильской армии принимал участие в боевых действиях этой первой арабо-израильской войны 48-49 годов и боролся с контрабандой из Ливана, но позже был расформирован. При этом стоит отметить, что во время британского владычества позднего, 30-40-х годов, черкессы оказывали содействие все-таки, хоть и нейтрально не выступали в стычках, но содействовали нелегальные еврейские миграции в Палестину. С июня 58-го года, по просьбе жителей этих поселков, правительство Израиля предоставило им полное право на прохождение срочной службы в вооруженных силах страны, для чешкетских юношей с 18-ти лет, и вот эти поселки стали уже внутри израильского государства развиваться. То есть, с 50-х годов там полностью облагородили их, провели там все блага цивилизации. К 84-му году Кфаркама даже была удостоена первого национального приза, как самое чистое поселение страны. И, насколько я знаю, она по-прежнему удерживает вот такую пальму первенства в чистоте, соревнуясь с немецкими поселками в Европе. То есть, чистенькие, уютные деревеньки у них, городки. Жители этих двух черкесских поселков в Израиле хорошо владеют родным адыгским языком, соответствующим диалектом, который является основным бытовым языком общения внутри страны. Что вообще редкость для зарубежных общин, как правило, они в диаспоре, а в других странах адыги теряют свой язык, переходят на язык страны пребывания. Соответственно, в школах детей учат также, соответственно, арабскому и ивриту. Они им тоже владеют. С 76-го года... Почему так случилось, точнее? Почему так случилось? С 76-го года израильское правительство официально ввело курсы адыгского языка в школьную программу. Для этого перевели их на кириллицу для записи на родном языке. И с 6-го класса стали обучать. Причем учебники стали завозить по соглашению из СССР, из республики Адыгея. То есть специально там готовили. Учителя адыгского проходили стажировку всегда в Адыгее, в Кабардино-Балкарии. Что касается остальных языков общения, то до 77-го года изучали арабский в школе второй. Позже стал иврит, что, соответственно, позволило больше интегрироваться молодежи в Израиль. Совсем в Израиле вообще получать работу и вообще продвигаться по карьерной лестнице. Кроме учебников стали с 50-х годов из России, из Адыгеи, получается, привозить адыгские песни, музыку, допустим, какие-то журналы. Свой журнал завели в самом поселке на иврите на адыгском языке. Появились у них какие-то публикации, хроника, новости, просто историческая информация, школа танцев. Все это стало развиваться на родном адыгском языке, поэтому они его не утеряли. Ну и, соответственно, с 90-х годов стало проще общаться. Когда Советский Союз открыл границы и впервые стали посещать группы именно израильских черкесов в Россию уже, в Адыгеевка, в Балкарию приезжать. Ну и, соответственно, с той стороны тоже. Притав к фарками с 91-го года существует общество, Тнафнан называется, которое целью ставит сохранение культурного наследия, истории, языка и укрепление связи с исторической родиной. Там же основан Черкесский институт изучения кавказских народов был в 93-м году. И вот там вот они курс повышения квалификации делают. И по мнению общности на сегодняшний день российских и зарубежных ученых, именно вот черкесская диаспора в Израиле наиболее хорошо сохранила свою историческую информацию о народе, язык в чистом виде, какие-то легенды. И является таким важным источником при изучении истории, культуры, языка адыгов черкесов. Ну, на этом вкратце пока все. Более подробно погружаться будем в дальнейших роликах. Поговорим о диаспорах в остальных странах. Если что-то у вас есть интересное по этому поводу, поделиться, рассказать. Пишите в комментариях. Ну, ставьте лайки также, комментируйте и делитесь с друзьями. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok